К вегетарианству Елена Копейкина пришла благодаря своей профессии. Около восьми лет назад девушка познакомилась с йогой. В скором времени решила превратить хобби в работу и поехала учиться. Меню на курсах от шеф-повара аюрведической кулинарии кардинально отличалось от привычного и потрясло Елену. Вернувшись домой, она решила применить новое меню в обычной жизни, но столкнулась с рядом трудностей. Я достаточно долго это практиковала. Единственное, что было тяжело, моя семья не ела то, что ела я. Я обратила внимание, что я постоянно жую, я не выхожу с кухни, я постоянно готовлю. То есть это отнимает достаточно много времени. Я думаю, что это был такой определенный переходный период. Повторять в точности рецепты опытного повара также оказалось непросто. Отказаться от мяса и рыбы для Елены было легко, так как она никогда их особо не любила. Несколько месяцев девушка практиковала вегетарианство, пока не заболела ОРВИ. Обычная простуда все никак не уходила, и она обратилась к доктору. Специалист помог ей определиться с рационом питания, полезным для здоровья, которого Елена придерживается до сих пор. Не нужно себя ограничивать только овощами и фруктами. Не нужно себя полноценного питания лишать. И чтобы была все-таки еда более сбалансированная, чтобы не было проблем со здоровьем. Причем был же резкий такой переход. Достаточно вот этого небольшого куска красного мяса в неделю. Сейчас свой рацион Елена выстраивает по принципу интуитивного питания. Девушка научилась слышать свой организм. Настоящим вегетарианцем назвать себя не может, поскольку редко, но все же ест мясо. А для людей, которые только планируют изменить свой рацион, советуют делать это вдумчиво и не насиловать свой организм запретами. Специалист-диетолог также считает, что переход к вегетарианству должен быть осторожным. Вот прям идеальная картинка у меня в голове, это когда человек, который хочет отказаться от мяса, допустим, приходит к специалисту, например, к диетологу, да, и говорит, я хочу отказаться от мяса, как мне это сделать? И тогда человек, специалист по питанию, вам все распишет. Потому что не будучи человеком с образованием, очень сложно составить себе грамотный рацион. Сыроедение и веганство, то есть полный отказ от животных белков, считают опасным видом питания, так как неподготовленному организму он может нанести существенный вред. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Продолжение следует...